Здравствуйте, уважаемые студенты! Я доктор философских наук, профессор Шабманов Курбан Баградинович, работаю на кафедре английского языка Бухарского государственного медицинского института имени Абу Али Ибинсина. Сегодня я хочу вам представить презентацию, которая представляет собой довольно-таки интересную, малоизученную на сегодняшний день такую тему, как восприятие идей восточных философов и мыслителей прошлого на философскую мысль, на культуру и в целом на цивилизацию Европы. Поэтому наша сегодняшняя презентация и тема, о которой мы будем говорить, будет назваться «К вопросу о перцепции», то есть о восприятии средневековой и ренессансной Европой ценности центрально-азиатского философского наследия 9-го и 12-го веков. Почему мы так говорим? 9-е и 12-е века считаются на Востоке периодом первого восточного ренессанса. Это был период, когда творили наши величайшие умы, такие как Абу Али и Бен Сина, известные в мире и Европе как Али Цена, также как второй учитель, прозванный так после великого Аристотеля, это Аль-Фараби, выдающийся ученый, мыслитель и философ Абу Райхан Беруни, выдающийся математик своего времени Аль-Харазми. Кстати, сегодня мало кто задумывается о том, что слово «алгоритм», откуда оно появилось? Алгоритм в своем оригинале и означает «Аль-Харазми». Только со временем, когда европейцам было трудно воспроизводить арабское произношение «Аль-Харазми», они его сперва назвали «Аль-Харазми», и постепенно в течение 100-150 лет это его имя стало как «алгоритм». И сегодня мы знаем слово «алгоритм», которое употребляется во всех сферах высочайших технологий, это и есть имя нашего выдающегося ученого, выдающегося предка, который творил в период Первого Ренессанса Харазми, основателя современной математики и алгебры, как вы знаете. Но если мы вернемся к предмету нашего обсуждения, то нужно сказать, что вот это достижение 9-12 веков уже в XI веке в Европе были известны великим деятелям этого периода, в том числе, скажем, ученым и профессорам таких ведущих учебных заведений Европы, как Кембриджские и Оксфордские университеты Лондона. И до сих пор там, в Болдинской библиотеке, хранятся оригинальные рукописи фараби и бензины и также их переводы тогда употреблявшегося везде латинском шрифте. Дело в том, что латинский язык, который включительно по XIV-XV века в Европе употреблялся не только как язык церкви, но и язык науки, поэтому самые важные произведения наших предков, в том числе Абу Али и Бензины, его каноноврачебные практики, потом, так же, как и несколько его выдающихся других философских произведений, песен антицы и других, они были переведены, прежде всего, на латиноте, чтобы все это было известно европейскому читателю, европейскому зрителю. Еще один интересный факт по этой тематике заключается в том, что, например, под влиянием Алицинны вся Европа была настолько воодушевлена и покорена его выдающимися трудами в области медицины и философии, что в нескольких выдающихся к тому времени университетах Европы, включая Британия и, скажем, Сарвона, Франции, Саламанки, Падуи, Италии, были открыты специально восточные факультеты и факультеты медицины. Внимание! Куда не могли поступить студентами те, которые не знали арабского языка? Это очень существенно, если учесть, что речь идет не о 21 веке, речь идет о средних веках, это 13-14 века, и именно на этих факультетах знание арабского языка было обязательным для поступления на эти специальности. Теперь, если будем говорить в общем о влиянии Востока и восточной науки, о преемственности этой науки в аспекте европейской цивилизации науки, то надо сказать, что все передовые мыслители 14-15 веков Европы в обязательном порядке изучали основные труды наших выдающихся ученых и философов, и прежде всего второго учителя Алини Сауни, так он назывался в Европе и на Востоке, напоминаю, после Аристотеля, великий Аристотель считался в современной цивилизации и считается первым учителем, а Фараби считается вторым учителем. И одним из основных толкователей и интерпретаторов всего философского наследства Аристотеля, так же, как и Платона и многих других древнеримских и греческих философов и мыслителей, являлись наши восточные предки. Мы их иногда еще называем как восточные перипатетики, по аналогии с тем, что в Древней Греции последователи учения Аристотеля и непосредственно его ученики обсуждали выдающиеся темы того времени, философские, актуальные, повседневные, прогуливаясь по саду, и их тогда назвали именно перипатетиками, это греческое слово. Точно так же на Востоке в школе Авиценной и Фараби были тоже выдающиеся учителя, они пошли этим путем и поэтому их тоже назвали восточными перипатетиками. И вот наследие восточного перипатетизма, это учение IX-XII веков, непосредственно повлияло на всю философскую и культурно-цивилизационную мысль Европы, начиная с XIV и XV веков. А этот, как вы знаете, является каким периодом? Этот период называется Ренессанс или Возрождение. Ренессанс начался в Европе в XIV веке, зачинателем была Италия, а затем постепенно перешел в такие страны европейского континента, как Испания, Франция и, наконец, Северное Возрождение, это Англия или Британия. Выдающиеся представители, особенно английского Возрождения, такие как, скажем, Томас Моуэр, Фрэнсис Бекон, которого Карл Маркс назвал истинным родоначальником, интересно, истинным родоначальником материализма. Это очень существенно. Вот они, кто непосредственно, кто опосредованно изучал эту науку. Конечно, через латинизированные переводы. Но, поскольку в те времена очень активно работала так называемая инквизиция, то есть тайная полиция, которая пресекала любое свободное мысль в Европе, и, естественно, выдающиеся ученые боялись открыто сказать, что вот да, я изучил труд великого восточного мыслителя Абу Райхана Беруни или Алицина. Они боялись этого, поскольку восточные мыслители со стороны еретиков и церкви Европы, всей средневековой Европы, они считались еретиками. Это была плохая мысль, поэтому было нежелательно. И многие мыслители, скажем, Роджер Бекон, выдающийся профессор Оксфордского университета в Англии, он тайно приезжал в Испанию и закупал на крупнейших базарах тогдашнего третьего последнего халипата в Испании, это XIII-XIV века, книги наших выдающихся мыслителей, которые были в краткой форме переведены либо на латиницу, либо они были в оригинале, а потом уже переводились большой школой переводчиков, которая существовала в Испании. Этим в основном занимались выдающиеся переводчики евреи. Эта школа знаменита на весь мир была в XII-XIII-XIV века, и через их переводы труды наших мыслителей стали известны всей Европе. Конечно, нельзя сказать, что произведения великого Платона, Аристотеля и других греческих мыслителей не были известны Европе. Да, конечно, они были известны, но они были известны сквозь призму средневековой церкви, идеи, которые были нужны и полезны для церкви. А основная какая была идея? Что в этом бредном мире, человек ты, никто. Основная твоя жизнь там, в загробном мире. Поэтому здесь не надо ничего серьезного. Надо думать о загробном мире. Конечно, спорные по тем временам вопросы, дискуссии, но наши мыслители тогда сказали, что нет, это неправильно. В центре внимания стоит не эта идея и идеология, а в центре внимания стоит человек. Да, он создан природой, тогда это называли Всевышним, так будем говорить. Но он центр внимания, он есть интеллект современности, он есть все, что может думать, делать, переделывать и заниматься креаторской деятельностью. И отсюда широчайший всплеск эпохи Ренессанса или Возрождения, начиная, скажем, от Рафаэля, Леонардо да Винчи, это Италии, Ван Гога, Голландии и многих других во всей Европе, это я говорил о художниках, ну а о таких писателях, поэтов, как Уильям Шекспир, величайшие философы Томас Бекон, Томас Мор, Роджер Бекон и Мишель Монтен, например. Все эти творения могли появиться только в период, когда проблема человека была поставлена в центр внимания, во главу всего угла. Вот здесь вы видите миниатюры, знаменитые миниатюры, которые говорят о том, что мыслятели Востока, это миниатюры, известные не только на территории Средней Азии, но и в Европе тоже, это философские размышления. Ну а это уже представители европейской науки. Вы знаете, что в одной из известных картин, которая, кстати, хранится и в обсерватории Улакбека в Самарканде, в центре есть и портрет нашего выдающегося ученого и философа Абу Али и Бен Сина. Вот в целом те идеи, о которых я хотел бы сказать, связанных с нашей темой, как перцепция или заимствование восточной философской мысли, культуры и цивилизационного тренда времени IX-XII веков, а потом и XV века всей ренессансной европейской наукой, культуры и цивилизации XV, XVI и XVII веков. Спасибо за внимание.